Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. Сегодня мы с вами продолжаем путешествие по моей любимой Кантабрии. И сегодня я вас приглашаю в настоящую средневековую сказку. Сегодня наша прогулка пройдет по городу Санте-Лиана-дель-Марк. Последние 300 лет в этом городе ничего не изменялось, ничего не строилось. Поэтому, как жили здесь наши предки много-много веков назад, так живут по сегодняшний день. Жители Санте-Лиана-дель-Марк начали уже готовить свой город к рождественским праздникам и украшают его самыми популярными в Испании цветами рождественской звездой. Санте-Лиана-дель-Марк Санте-Лиана-дель-Марк – это музей под открытым небом традиционной кантабрийской архитектуры горных районов. Она характеризуется такими красивыми деревянными балкончиками, которые всегда украшены цветами круглый год. Почти в каждой кантабрийской деревне есть такой балкончик или такой сарай, куда местные жители выставляют весь старый скраб, чтобы туристы, которые посещают эти городки, могли увидеть, как же жили раньше, какими предметами пользовались, на чем жарили мясо, чем освещали свои дома и многое-многое другое. А это одно из самых старых строений на территории города Санте-Лиана-дель-Марк. Когда-то еще в 13 веке это был роскошный дворец, а сейчас здесь находится банк. Пекари города Санте-Лианы просыпаются рано-рано, пекут свежий хлеб и потом разносят их жителям и развешивают вот так вот на дверях. Жители Испании очень любят испытывать свою удачу в различных лотереях. Вот и в этом здании тоже сейчас уже стоит большая очередь. Люди покупают новогодние лотереи, чтобы поймать птицу удачи за хвост. Пойдемте и мы купим лотерею. Ну что, испытаем на днях удачу. Сейчас мы с вами находимся на главной административной площади города Санте-Лиана-дель-Марк. Именно здесь расположены самые красивые исторические здания, возраст которых насчитывает более 500 лет. Это один из самых приметных домиков Санте-Лианы-дель-Марк. Летом он полностью утопает в цветах. Когда-то здесь жил главный священник города Санте-Лиана-дель-Марк. А в этой потрясающе красивой башне 13 века жил сборщик налогов. Поэтому башня, несмотря на то, что жилой дом, имеет бойницы. Ведь деньги нужно было охранять. В Санте-Лиане-дель-Марк В Санте-Лиане-дель-Марк можно найти много зданий, которые украшают фамильные гербы. Обычно размер фамильного герба говорит о финансовом состоянии семьи. Но в данном случае этот герб обманка. Несмотря на то, что он такой огромный, он принадлежал достаточно бедной семье. Санте-Лиана-дель-Марк Отличный город для того, чтобы совершать этнический шоппинг. Давайте мы с вами заглянем в одну из таких лавочек. Старинный утюжок. Старинный утюжок. В Санте-Лиане-дель-Марк В барах вам подадут не только вино и местный сидр, но здесь также можно попробовать и домашнего молочка. Сейчас мы с вами зайдем в один из таких магазинчиков, где и полакомимся местными продуктами. Всего за 2 евро вы можете позавтракать, как у бабушки в деревне. Кесада это традиционный кантабрийский десерт, который готовят из молока и сливок. Ну, это примерно двоюродная сестра нашей творожной запеканки. И делают кесаду только из местного кантабрийского молочка. И запить кесаду домашним молоком. Это такое удовольствие, я вам хочу сказать, друзья. На здоровье! Еще до 90-х годов 20 века, пока Санте-Лиана-дель-Марк не стала туристическим местом, здесь местные жители, когда спускали с гор своих коров и лошадей, поили их водой. И тут же хозяюшки стирали свое белье. Вот такой вот санитарно-банный центр Санте-Лиана-дель-Марк. На дворе декабрь месяц, поэтому улочки Санте-Лиана-дель-Марк практически пустые, очень мало туристов. Зима – идеальное время года для того, чтобы насладиться всеми красотами Кантабрии. А сейчас мы с вами подошли к главной достопримечательности города Санте-Лиана-дель-Марк – коллегиаты святой Юлианы. В VI веке монахи именно на этом месте захоронили мощи святой. И вокруг этого захоронения начал строиться монастырь. А вокруг монастыря, как это и бывает в истории, в последующем возник город Санте-Лиана-дель-Марк. На сегодняшний день коллегиата святой Юлианы является лучшим памятником романской архитектуры всей Европы. Строение, которое вы сейчас видите за моей спиной, было воздвигнуто в XI-XII веке. И по сегодняшний день оно сохранилось в прекрасном состоянии. Умели люди строить. Санте-Лиана-дель-Марк не перестает нас удивлять своими красотами. Здесь завернешь за каждый угол и обязательно попадаешь в сказку. Сейчас мы находимся на площади Далас-Аренас, на которой находится красивый замок готического стиля. Это здание было построено еще в XV веке. Один из редких экземпляров готического стиля в гражданском строении. А сейчас в этом замке проживает обычный испанский врач из соседнего города. А в этом сказочном домике живет местный плотник, мебельщик. На первом этаже у него мастерская, а на втором этаже он живет. Санте-Лиана-дель-Марк Санте-Лиана-дель-Марк – это место, где каждый желающий может пожить во дворце, ну, например, эпохи Возрождения. В этом дворце, который когда-то принадлежал Маркизу, сегодня находится 5-звездочный отель. Хотите погрузиться в сказку полностью? Приезжайте в Санте-Лиана-дель-Марк и поселитесь здесь на несколько дней в одном из отелей. Кстати, друзья, Санте-Лиана-дель-Марк является одним из 50 объектов на территории Испании, который входит в списки всемирного наследия фонда ЮНЕСКО. и, соответственно, охраняется этим фондом. А это подъезд обычного жилого дома в Санте-Лиана-дель-Марк. Здесь вот вы видите двери разных квартир. Санте-Лиана-дель-Марк. 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 Друзья, если вам понравился мой выпуск, жмите лайк вон там внизу. Да-да-да-да-да-да. Вон там, вон там. Подписывайтесь на мой канал и делитесь в социальных сетях со своими друзьями. Санте-Лиана-дель-Марк.